Приятно, особенно когда ты понимаешь, что ты сейчас честно отработал. Бывают моменты, когда вот не получилось у тебя, и ты чувствуешь, блин, да ну что ж так, ну как я могла. А вот когда ты понимаешь, что вот сегодня было прям очень честно, это сродни тому первому ощущению, которое было вот первый раз тогда, завтра была война. У нас вообще в Самаре идеальный зритель, мне кажется, он нас очень хорошо понимает. Даже вот думаешь, ну вот здесь, ну вот я схалтурила, ну как вы можете мне хлопать, пожалуйста, не хлопайте мне. Вот, не, у нас всегда прям все, у меня мама говорит, вот это да, у меня мама из Тольятти, она говорит, у нас так зрители никогда не принимают, очень радушно, здесь прям все. У нас здесь есть девочки одни, которые прям вот фанатки театра, вот они там нам постоянно написывают, везде в Инстаграм фотки, на улице встретишь, здрасте. И так неловко себя чувствуешь в этот момент, ну здрасте. И все равно, я помню, один раз я пошла в кафе, и мы там сидели, ну я сидела с родными, там мы общались, все, и подходит ко мне женщина. У вас на спектакле были, пожалуйста, вот напишите нам что-нибудь. Думаю, господи, да что мне написать, я вообще, что происходит? Ну что-то я какую-то фигню там написала, даже сама не поняла, я растерялась. И я всегда в такие моменты теряюсь, я всегда, когда из театра вхожу вот так, чтобы меня никто не видел так, окольными путями, ну не знаю, я себя чувствую неловко в такие моменты. Не знаю, это как-то повелось еще с института. Я помню, вот у нас Юрий Иванович Далгих, мой мастер, он всегда говорил, что не надо, я артист, пожалуйста, там, не знаю, по телефону громко разговаривать про театр, вот, и, ну, чтобы люди знали, зачем, они тебя видят на сцене, в жизни ты другой человек, зачем им какие-то, что, будут разрушаться какие-то, может быть, иллюзии, что-то, этого не нужно. Ага, скажи, там человек какой-то пришел, пусть. Да какой там пусть, может, не грязь, ты вот на кухню, и говори, колоску там нет. В принципе, у нас хорошие театры, но есть куда стряпиться. Хотя сейчас, в принципе, немножко сам театр, он какой-то в другую ипостаси уже переходит, не в ту, которая изначально была задумана тем же Станиславским. Ну, не знаю, для меня театр живой, когда вот он про людей, как вот работал Фоменко. А когда вот сейчас вот начинается вот это вот, надо быть честным. Честным в том, что ты делаешь. Честным в своей работе, во всем быть честным. И тогда, мне кажется, театр будет жить. А по-моему, вы считаете себя рутой? Мичтой. Мичтой, которая может сниться в жизни только раз. Когда так безнадежно ей душа указается, хочется покоя, смерти. Тогда снится сон, будто кто-то протягивает тебе руку и говорит, проснись, светло. Впрочем, все это не важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова